Всем привет! Меня зовут Степа. И сейчас я расскажу про новую ленту рекомендаций с фокусом на персонализированном медиа-контенте. Новую ленту мы сделали не так давно. Сперва давайте вспомним, как выглядела лента для вас ранее. Ну, выглядела она как-то так, то есть в том же формате, что и умная лента. Это был набор постов, которые можно скроллить вертикально. Теперь лента рекомендаций выглядит как-то так. Это набор плиточек, где плиточками являются клипы или посты, а также механика того, что происходит при клике на одну из плиточек. Так, при клике на клип открывается лента рекомендованных клипов, а при клике на пост открывается лента похожих постов на кликнутый. Мой доклад будет непосредственно про разработку этой ленты, и я предлагаю построить его следующим образом. Пройдемся по шагам от предыдущего варианта ленты рекомендаций к ее текущему варианту. Какие ML-алгоритмы нужно применить, какие продуктовые решения задействовать, как построить бэкэнд-архитектуру и аналитику вокруг этой фичи, обо всем далее в докладе. То есть, что мы хотим сделать? Мы хотим с вами сделать раздел с обзором на рекомендации медиаконтента, а также хотим сделать подразделы по кликам на клип и на фото. Формально наш план выглядит следующим образом. Сперва мы поговорим про ML-часть. Эта часть будет полезна ML-щикам, которые сталкиваются с аналогичными задачами. Затем перейдем к продуктовой части. Эта часть будет интересна людям, которые рассматривают задачу целиком, а не только какие-то ее отдельные составляющие. Далее будет аналитическая часть. Здесь аналитики могут узнать, как можно поставить сразу множество экспериментов в один момент времени и тестировать много гипотез. И далее будет бэкэндная часть. Здесь разработчики узнают, как можно построить холодную архитектуру, которая держит нагрузку огромную. На самом деле еще есть клиентская часть задачи, но ее мы оставим за рамками нашего доклада. Итак, начинаем. Первая ML-ная часть задачи. Она состоит из двух, соответственно, подзадач. Это сделать витрину рекомендаций и ленту похожих постов на кликнутые. Каждая из этих подзадач состоит из персонального подбора контента, далее ранжирования, разнообразного контента и качественного контента. Переходим к первому. Персональный подбор контента. Ну, как я сказал, у нас с вами есть предыдущая версия рекомендационной системы, предыдущая версия ленты для вас. Ее мы и возьмем для того, чтобы подобрать нужный нам контент. Так, рекомендации клипов у нас тоже есть. Есть движок рекомендаций клипов, его мы и используем. А для того, чтобы добрать посты с фотографиями, мы возьмем у нас предыдущий алгоритм и оставим только те посты, которые удовлетворяют ограничениям. Соответственно, посты с фотографиями. Таким образом, мы получили какой-то набор контента. Теперь нужно его поранжировать. Небольшое напоминание. Соответственно, чтобы что-то поранжировать, нам, да, ML-щикам нужен датасет в первую очередь. Ну, какие-то фичи-таргеты. Фичами у нас являются фичи там юзера, поста, автора, пара юзер-автор, пара юзер-тематика поста. Тут нет пары юзер-пост, потому что таких пар слишком много, и они на самом деле не нужны. Таргетами, как говорил Женя, являются разные сигналы, которые пользователь может совершить с постом. Да, там лайк, комментарий, репост и так далее. Но у нас-то с вами необычная лента. У нас лента, состоящая из плиточек, и нужно подумать, что пользователь может сделать на ней. То есть, что мы можем засчитать за положительный сигнал, за таргет. Ну, очевидно, он может кликнуть на плиточку, да. А еще он на самом деле может произвести вот все те действия с лентой, там полайкать, покомментировать, но только с лентой, которая была порождена кликом на какую-либо плиточку. Вот. И, имея эту информацию, мы придумаем набор таргетов. Ну, первый — это клик на плиточку, да, понятный. Далее, вот, как я сказал, у нас есть сессии, которые порождены кликом на какую-либо плиточку. Можем сказать, что в качестве таргета возьмем, ну, длину сессии, да, сколько пользователь полистал постов. Далее, например, количество лайков суммарное, которое он сделал в этой сессии. Опять же, комментариев, подписок и вот все-все-все действия, которые он может совершить с постами. Можем взять продолжительность сессии. Там, сколько он миллисекунд посидел в этой сессии, которая была порождена кликом на собачку, а и в той, которая была порождена кликом на машинку и так далее. Вот. И, имея такой набор таргетов, мы уже можем обучить модель. Тут можно взять любую интересующую вас модель. У нас самая любимая, это вот их же Boost Multitarget Pairwise, которая учитывает все ограничения на таргет и может эффективно подбирать веса. Ну, в принципе, подойдет любая. Таким образом, мы отобрали для витрины какой-то набор постов, научились их даже сортировать уже. Но если больше ничего не делать и посмотреть на то, что получилось, то можно обнаружить, что очень много плиточек, знаете, вот так семантически похожих, а может быть, вообще там одинаковые будут фотографии, либо там будет три или четыре плиточки подряд на одну тематику, например, три разных автомобиля или там четыре фотографии леса. Ну, конечно, это, наверное, интересно, если оно в одном экземпляре, но когда этого много, то очень быстро такой контент кажется скучным. Поэтому нужно поработать над его разнообразием. Мы с помощью нейронок определяем тематики постов и, используя эту информацию, предлагаем следующий алгоритм разнообразия. Достаточно простой. У нас уже есть список отсортированных постов, тех самых плиточек. Мы пройдемся по этому списку каким-то окном размера M и будем каждый раз выбирать такой пост, у которого максимально следующая величина. Это его скор, который делится на один плюс штраф умножить на альфа. Где штраф мы вычисляем как количество уже отобранных с такой тематикой постов. То есть, например, когда окно проходится первый раз, то мы всегда возьмем первый пост, потому что штраф за отобранное количество постов равен в данный момент нулю, ну и, соответственно, у такого поста всегда эта дробь будет максимальной. А вот дальше не факт, что мы возьмем пост номер два. Ну и вот таким образом мы набираем разнообразную выдачу. Кроме этого, хочется еще убирать как-то контентные дубликаты, то есть фотографии, которые очень близки по семантике и тем более выглядят точь-в-точь. Мы для витрины используем алгоритм под названием dhash. Он достаточно простой. По сути, мы считаем хэши для каждого изображения, которое у нас есть, и фильтруем плиточки с одинаковыми хэшами. Сам dhash, вот он представлен на слайде. Быстренько по нему пробежимся. Мы берем изображение, конвертируем в черно-белый формат, уменьшаем размер изображения до какой-то заданной заранее ширины и высоты. Дальше рассчитываем разницу между соседними пикселями и кодируем ее таким образом, что если разница положительная, то битик равен единичке, иначе это нолику. И получаем такой хэш-код. Итак, у нас есть уже с вами персонально подобранный контент. Мы его как-то посортировали, добавили разнообразие. И дальше, если посмотреть на то, что получилось, то можно удивиться, как много у нас разного вида трешака пролезло в выдачу. Нам нужны какие-то алгоритмы качественного контента. Как нужно бороться со всяким там неприятным контентом. Тут у нас достаточно много контентного анализа на самом деле. Мы с помощью нейронок фильтруем некрасивые, неприятные, нестатичные фотографии, какие-то посты с оскорбительными фразами в тексте, посты с большим количеством текста на фотографии. То есть на самой фотографии это будет смотреться некрасиво на витрине. Какие-то посты запрещенной тематики, посты с фотографиями с плохим разрешением и так далее. Достаточно много разного вида нейронок. И каждая нейронка на самом деле является отдельной большой мельной задачей, в которую можно смело посадить разработчик, и он там будет решать, решать, и потом выдаст какую-то модель. Но тут есть у всех этих нейронок одна небольшая проблемка. Мир меняется достаточно быстро. Авторы придумывают очень быстро новые виды трешака. И модели переобучаются долго. И вот чтобы как-то реагировать на всякий такой плохой контент, мы используем следующий трюк. Это фильтрацию через промпты. Мы используем так называемый Zero Short Classification для быстрой генерации контентных фильтров. Далее чуть подробнее об этом. Ну, прежде всего, нам нужно вспомнить, что такое модель клип. Ну, я подразумеваю, что слушатели с ней знакомы. Но вкратце она берет текст изображения, переводит в одно векторное пространство, в котором мы можем мерить расстояние между текстом и изображением. И далее хочется рассказать про Zero Short Classification. Это такой, соответственно, механизм, который позволяет классифицировать, например, изображение на какой-то класс, который ранее модель не видела при обучении. Все это мы берем, эти знания берем, берем эти модели обученные и используем их следующим образом. Ну, как мы используем? Вот у нас есть набор постов, который мы отсортировали уже. Мы берем какой-то промпт-пост, заранее фиксированную некрасивую картинку и считаем дальше скор между этим промпт-постом и всеми постами, которые мы хотим выдать пользователю. И говорим, что если скор больше, чем какой-то порог, то мы такой пост фильтруем, где скором мы считаем косинус между векторами клипа и изображений в постах и нашей фиксированной некрасивой картинки. Таким образом, мы выкидываем из выдачи все те посты, картинки в которых визуально похожи на заранее фиксированный какой-то трэш. Далее хочется повторить аналогичный трюк с текстом, с текстом постав. На самом деле можно взять клиповый имбеддинг текста, но мы решили заиспользовать следующую модель под названием Use Universal Sentence Coder. Она работает лучше именно с русским языком, имбеддинги у нее более хорошие, и мы делаем то же самое, но, соответственно, с текстом. Берем prompt post, какую-то фиксированную оскорбительную фразу, опять же считаем косинусы, есть трэш-холд, и выкидываем посты, у которых текст какой-то странный, неприятный. В принципе, каждый из нас может представить себе такой текст. Таким образом, мы прошлись по первой части задачи, переходим ко второй, клиентам похожих постов. И начинаем с персонального подбора контента, похожего на кликнутый. Здесь у нас никакого алгоритма нет, который мы могли бы переиспользовать. Нужно что-то изобретать. Ну, давайте изобретем следующее. Возьмем в качестве бейслайна посты того же автора. В принципе, хорошая эвристика будет работать, но, конечно, она не является нашей целью. Все-таки посты в ленте мы хотим, чтобы были похожи как по контентной, так и по коллаборативной составляющей, чтобы пользователи могли наслаждаться лентами, залипать в них, лайкать и так далее. На самом деле это такая стандартная задача рекомендательной системы, которая вот в нашей подзадаче появилась. И состоит она обычно из двух частей. Ну, соответственно, поиск кандидатов и ранжирование. И обе эти задачи нам нужно решить, чтобы у нас появились классные ленты. Начинаем с первой, с поиска кандидатов. Поиск кандидатов, что такое в рекомендательных системах? Ну, опять же, какая-то стандартная тема, очень много разных методов. Да, коллаборативные фильтрации, контент-бейст, какие-то корреляции, ЛССВД, там диплёрнет, многое другое. Мы попробовали самые разные варианты, посмотрели, какой лучше всего подходит под нашу задачу в данный момент и остановились в итоге на Word2Vec. Подразумеваю, что все знакомы с этим концептом, да, Word2Vec, там какие-то токены, какие-то предложения, токены получают эмбеддинги, которыми можно сравнивать. Об этом мы не будем говорить. Поговорим о том, как мы заиспользовали этот концепт в своей задаче построения рекомендательной системы. Ну, чтобы построить рекомендательную систему, нам нужен датасет в виде токенов, где токены объединяются в предложения. Токенами мы решили взять паблики, а в качестве предложений это тоже такой большой открытый вопрос. Можно взять какие-то сессии пользователей, например, как он лайкает паблики или как он там их комментирует, но у нас лучше всего заработало это переходы по пабликам. То есть как юзеры ходят именно самостоятельно по пабликам, да, вот там открываются общества, переходят по ним без всяких рекомендательных систем. Вот мы брали такие переходы всех пользователей, объединяли их как раз в предложения. Вот сессия — это и есть одно предложение, а токеном является паблик. И, соответственно, смогли на таком обучить Word2Vec. Сперва мы решили использовать всякие стандартные библиотеки типа Gensima, но дело в том, что на нашем наборе данных, у нас их очень-очень много, в ВКонтакте стандартные либы не подходят. Они просто не справляются с таким огромным объемом данных. Поэтому мы написали свою реализацию SkipGram модели Word2Vec на Spark, выложили ее на GitHub. Она работает эффективно, распределенно с любым набором данных. Уверен, что в вашей задаче такая реализация тоже подойдет. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Итак, мы научились с вами искать кандидатов. Это Word2Vec по сессиям переходов по пабликам. То есть мы ищем какие-то паблики, и дальше нам все-таки нужны посты. Мы берем все посты из этих пабликов. На этом этапе у нас есть посты. А нам нужно научиться как-то их ранжировать, чтобы наши ленты были действительно вот так визуально похожи на кликнутую плиточку. Визуально похожи, семантически похожи. То есть нам нужно какое-то ранжирование контента. У нас с вами есть модель клип. Она как раз про какую-то там семантическую похожесть, про какую-то визуальную похожесть, текст, изображение, вот что-то вот это. И хочется использовать преимущества этой модели для того, чтобы решить нашу задачу. Ну, каким образом можно ее использовать? Вот небольшое напоминание про то, как мы фильтровали плохой контент, используя эмбеддинги клипа. Нам сейчас нужно с вами отсортировать. Давайте сделаем все то же самое, только вместо промпта мы берем пост, так называемый якорь, на который пользователь кликнул. Считаем, соответственно, косинус между векторами этого поста и всеми векторами клипа из нашей выдачи. И дальше сортируем по косинусу. И таким образом у нас как раз и получается, что при клике на плиточку наверху возникают визуально, семантически похожие посты на кликнутые. Таким образом, наше решение следующее. Это word2vec по сессиям переходов по пабликам и сортировка по вектору клипа изображения. Но можно пойти дальше и, например, взять и пересортировать топ-н постов какой-нибудь моделькой персонализированной. Но мы так и сделали, обучили еще бустинг, заодно на быстрых фичах, стандартных таргетах, обычных лент и пересортировали, соответственно, выдачу. Топ-н мы тоже как-то подобрали через АБ-тесты. Таким образом, мы получили, кликая на какую-то плиточку, соответственно, сначала персональный подбор контента, потом его аранжирование. Хочется еще проработать разнообразие и качество контента. Ну, в качестве алгоритма разнообразия мы взяли тот же самый, но только с другими коэффициентами. А в качестве поиска контентных дубликатов здесь можно уже взять не дхэш, а так как у нас на руках уже есть вектора клипа в лентах похожих постов, ну, мы же по ним сортируем, мы можем заодно и убрать дубликаты. То есть убрать такие посты, вектор клипа которого очень сильно похож на вектор клипа исходного поста. Это работает чуть медленнее, чем дхэш, но намного качественнее. На витрине мы этот алгоритм завести не можем, чисто из соображений производительности. Плиточек у нас очень-очень много, и таскать вектора размера 512 слишком долго. Поэтому вот альтернатива ему дхэш, но вообще если есть вектора клипа, конечно, лучше фильтровать по ним. Алгоритмы же качественного контента аналогичны в витрине. Что мы узнали из блока про ML? Начинайте с бейзлайнов и делите задачи на независимые подзадачи, по которым можно двигаться параллельно. Переходим к продуктовой части. Дело в том, что рекомендательная система сильно провязана с продуктом, является его неотъемлемой частью. Но на самом деле, когда вы разрабатываете такой продукт, важно помнить еще о других аспектах. Например, дизайн, удобство пользования, особенности контента, который вы рекомендуете и так далее. Поэтому мы с командой сели и поштурмили идеи того, как лента будет выглядеть в конечном виде у пользователей. Мы экспериментировали с дизайном и форматом сетки. То есть там будут плиточки размера 1х1 или размера 2х2, как они будут располагаться друг с другом. Мы добавляли иконки на витрину. Мы добавляли тексты с поста на плиточке. Мы добавляли теги тематик постов на витрину. Все это мы пробовали, соответственно, экспериментировали с этим и в итоге выбрали наилучший вариант. Из этой части можно вынести следующее, что рекомендательная система — это, конечно, очень хорошо и интересно, но нужно думать и о других частях системы, таких как дизайн, удобство пользования, особенности контента. На текущий момент, я думаю, вы поняли, что у нас было очень много разных вариантов алгоритмов, которые можно применить в нашей сдаче, а внутри каждого из них еще есть набор гиперпараметров, которые можно поперебирать. Кроме этого, разные идеи дизайна и вообще, как должен работать продукт. И для того, чтобы контролируемо все это тестировать, аккуратно двигаться к цели, мы каждую нашу фичу тестировали на пользователях через АБ-тест. Небольшое напоминание про АБ-тесты. Что такое АБ-тесты? Это такая механика, которая позволяет нам объективно на пользователях оценить новую фичу. То есть катить ее не на вижене каком-то продуктовом, а именно объективно смотреть на метрики. Как обычно это делается? Мы берем пользователей, делим их на две части одинакового размера, далее считаем наши метрики, дальше проводим наш АБ-тест, ждем какое-то время, рассчитываем наши метрики, смотрим на стат-значимость, там какие-то стат-критерии применяем. Обычно это T-тест или бакетизированный T-тест, там Man-Whitney Bootstrap, но не так важно. И только глядя на стат-значимость, мы принимаем решение и катим ту или иную фичу. Сейчас я хочу рассказать о том, как мы именно ставили наши эксперименты, чтобы очень много тестировать разного вида гипотез. Как я сказал, обычно мы берем всех пользователей, делим их на две части. Проверяем фичу, дальше принимаем решение и делаем это снова, меняя только соль, по которой мы разбиваем юзеров. Мы сделали иначе, придумали следующую систему. Взяли всех пользователей, разбили их на 10 частей случайным образом. Далее взяли части 6, 7, 8, разбили их еще на 10 частей, опять же случайным образом, внутри этих. Таким образом мы получили там 10 групп размера 3% аудитории. Далее мы взяли наши исходные части 1, 2, 3, 4, 5. С ними ничего не делали, это будут наши 5 групп размером 10% аудитории. Часть номер 9 мы выделили в качестве обратной группы. Что это значит? Это значит, что пользователей в этой группе мы не трогаем, мы не тестируем на них никакие функциональности. И это позволяет нам в любой момент времени посмотреть, как вообще по метрикам ведет себя наша фича. Мы что-то выкатили на всех пользователей, много каких-то итераций сделали, но так как мы 9 группу не трогаем, мы всегда можем это проверить. А 10 кусок мы объединили с кусками 1, 2, 3, 4, 5. Поделили еще раз случайно это на 2 части и получили таким образом там 2 группы размером 30% аудитории. То есть, как итог, что мы получили? Мы получили 10 групп размером 3% аудитории, 5 групп размером 10%, 2 группы размером 30% и 1 обратную группу размером 10%. Это все нужно для того, чтобы сперва вы могли протестировать свою идею или какую-то фичу алгоритм на маленьком проценте юзеров. Затем, если вы видите, что ваши метрики там ведут себя правильно, вы получаете какое-то значимое подтверждение на маленьком проценте о том, что можно катить это на всех юзеров, вы не катите на всех, вы переставляете тест на большем проценте аудитории, в нашем случае 10%. Дальше подтверждаете вывод о том, что все хорошо, смотрите на 30%, если там все хорошо, то катите на всех. В нашем случае на всех, кроме обратной группы. Почему так нужно делать? Дело в том, что метрики на большей аудитории становятся более чувствительными, то есть более честными. Они отражают действительно тот факт, который произойдет, когда вы выкатите свое изменение на всех. А вот на маленькой части аудитории это не всегда так работает. Вы легко можете получить какой-нибудь непрокрас, одно из метрик, или прокрас не в ту сторону, а когда катите на всех, то у вас будет какая-то противоположная картина. Поэтому тестировать какие-то фичи на маленьком проценте аудитории и потом катить на сотку, но это, мягко говоря, страшно делать, поэтому мы перепроверяем. Каждый наш АБ-тест, он порождает сотни метрик на самом деле, которые представлены у нас в виде таблички, а также вот таких красивых графиков, которые позволяют нам отслеживать метрики и их динамику во времени. Мы на это все смотрим, мы понимаем, какая метрика важнее, а мы знаем их в таксономию, достаточно быстро принимаем решение о том, следует катить эту фичу дальше или нет, или нужно что-то переделать. А метрики у нас бывают самые разные, там ключевые и контрольные, метрики таймспендов, лайки, просмотры, глубины, и многое другое. Итак, что мы узнали из блока про аналитику? Двигайтесь итеративно, и все шаги тестируйте через АБ-тесты. Готовьте ваши метрики под новый формат данных, потом следите за честностью АБ-тестов, и хорошо бы еще давать юзерам время на адаптацию. На данный момент система у нас получилась достаточно сложной. Куча всего напридумывали, всякие алгоритмы, да, ML, там все как будет классно работать, но хорошо бы, чтобы это еще и все быстро работало на клиентах. Иначе пользователи просто не дождутся своей классной ленты, да, уйдут из приложения. Поэтому нужно продумать бэкэнд-архитектуру. Ну, а что тут продумывать? Берем, вот у нас идет запрос за лентой, идем в движки наших рекомендаций, постов и клипов, возвращаем результат и передаем далее клиентам. Ну, да, можно так сделать, только это не будет работать на большой нагрузке, такой, как у нас. Поэтому первая идея у нас была, это очевидно, распараллелить запросы за постами и за клипами, потому что это можно сделать. Мы это сделали, получили ускорение. Затем внимательный разработчик наверняка захочет что-нибудь закэшировать. Мы так тоже захотели, закэшировали нашу ленту для всех пользователей на три часа. Но нужно этот кэш еще как-то научиться получать. Сделали крон, который периодически в фоне для всех пользователей генерирует выдачу. Ну, и, соответственно, если юзер приходит, когда кэш уже существует, ему возвращаются данные из кэша, и все работает быстро. Кроме этого, придумали еще один трюк. Мы генерируем эту ленту не только в кроне, а еще и на старте приложения. То есть, когда вы открываете приложение, сразу идет запрос не только за основной лентой, а также из-за лентой рекомендаций. И если нет кэша, он генерируется, и поэтому тоже здесь происходит ускорение. Ну, хорошо, а что, если пользователь захочет форсировано запросить свою ленту, обойти все кэши? Например, сделать пулту рефреш. Да, действительно, такой запрос обязан по определению обходить все кэши. И он это и делает. Но для того, чтобы его немножко ускорить, мы сказали, Окей, но если запрос пришел не позже 10 минут с момента начала, с момента генерации предыдущего кэша, то давайте сходим в кэш. Ну, 10 минут не так много, пользователь ничего за это время не потеряет, а для нас это сильно ускоряет систему и все оптимизирует. 10 минут мы тоже подобрали через АБ-тесты, так, чтобы метрики не страдали, и при этом оптимизировался бэкэнд. Окей, еще мы знаем, что клик по плиточке на самом деле порождает ленту похожих постов. Ее хорошо бы тоже закэшировать. Ну, мы это и сделали. Добавили кэш на один час. Кроме этого, на самом деле, пользователи стучатся не в бэкэнд. Они сидят на каких-то клиентах Android, iOS, и имея на руках этот факт, мы решили еще сделать отдельные кэши внутри самих клиентов. Поэтому внутри, соответственно, Android, iOS у нас есть отдельные кэши, которые в фоне тоже ходят за лентой лентой, соответственно, рекомендаций, и таким образом снимают дополнительную нагрузку. То есть наша итоговая архитектура выглядит вот так. Что можно вынести из блока про бэкэнд? Итеративно усложняйте систему, максимально используйте разного рода кэши, и, конечно же, параллельные вычисления. Параллельте все, что можно, если ваша архитектура это позволяет. В итоге мы получили полностью обновленный раздел для вас. И вот как и хотели, соответственно, витрину и ленты при кликах на ней. Небольшой бонус-трек. Теперь лента для вас выглядит достаточно непривычным для пользователей в формате. Поэтому мы заодно решили улучшить наши алгоритмы неподписочного контента в умной ленте. Мы в умной ленте сделали отдельную модель, отбирающая вот такой персонализированный контент, на который не подписан пользователь. Они же посты, может быть, интересно. Увеличили количество таких постов и улучшили наши модели фильтрации по вероятности скрытия такого контента. То есть если пользователю не нравятся посты, может быть, интересно в его ленте, он их скрывает, и наша модель подхватывает, все меньше ему такое подсовывает. И теперь выводы из всего доклада. Первое. Начинайте с бейзлайнов. Далее прорабатывайте все части системы, и email-алгоритмы, и бэкэнд, и дизайн, удобство пользования и так далее. Двигайтесь итеративно, и все шаги обязательно тестируйте через АБ-тесты, а также внедряйте по максимуму кэширование и параллелизм. У меня все. Спасибо. Спасибо.